здравствуйте дорогие мои рукодельницы зрительницы подписчицы и гости канала меня зовут елена и я рада вас приветствовать на своем канале миру рукодель и творчество вязание пряжа сегодня на просторах интернета я нашла для вас интересную замечательную идею и хочу с вами ею поделиться у вас так же как у меня в процессе рукоделия накопилось очень много остатков пряжи разных цветных моточков и и вы не знаете как их использовать сейчас я вам покажу мастер-класс по вязанию узора для очень красивого летнего топа кофточки которые можно связать для детей девочки также девушки женщины любого возраста и на любой размер если грамотно и интересно сочетать цвета пряжи между собой то у вас получится неповторимые очень красивые нарядные красочные вязаные вещи ручной работы сейчас я хочу с вами поделиться схемой узора и также показать вам видео обучающий урок мастер-класс по вязанию основного узора кофточки либо топа узор я буду вот по этой схеме схема будет прикреплена в конце видео а также в конце видео я с вами поделюсь схемами вязания данной модели кофточки которую вы видите на фото и вы можете связать используя свои остаточки пряжи от рукоделия и по своему усмотрению и желанию вкусу сочетать их между собой дать узор я буду крючком номер два крючок clover soft touch страна производства япония и вот у меня есть остаточки пряжи моточки пряжа называется кружевная торговая марка пихорка летняя серия предназначена для ручного вязания метраж у пряжи 280 метров 50 граммах это стопроцентный акрил тонкий акрил и производитель пряжи рекомендует использовать спицы номер два с половиной три но это очень большие спицы для данного метража пряжи я буду вязать крючком номер два также можно вязать крючком один с половиной 175 195 и давайте приступим к вязанию легких нам петелек узор вяжется очень просто быстро легко и данную модель кофточки может связать даже начинающая рукодельница которая хочет научиться вязать крючком вещи набираю цепочку из 21 воздушной петельки и 2 петельки я вяжу про запас для удобства вязания я набираю всегда на одну две петельки больше провязываю 3 петельки подъема 1 2 3 цепочка из 3 воздушных петелек далее в четвертую петельку цепочки раз два три четыре провязываю 1 столбик с одним накидом в пятую петельку цепочки провязываю еще один столбик с одним накидом с учетом трех петелек подъема мы связали 1 2 3 3 столбика с одним накидом пропускаю 1 набираю 1 2 3 воздушных петельки и пропускаю 3 петельки цепочки в четвертую петельку вяжем первый столбик с одним накидом 1 2 3 в четвертую петельку прокалываю крючок и проком вязываю 1 столбик с одним накидом следующую петельку в пятую провязываю второй столбик с одним накидом шестую петельку провязываю 3 столбик с одним накидом и теперь я вам покажу каким образом распределять раппорт раппорт у нас состоит из 6 петель и сейчас мы будем с вами вязать один раппорт и далее будем повторять раппорт начинается от 3 воздушных петелек 1 2 3 это начало раппорта далее мы пропускаем 1 2 3 петельки цепочки четвертую петельку я провязываю первый столбик с одним накидом в пятую петельку провязываю 3 столбик с одним накидом все связали с вами 1 раппорт раппорт состоит из 6 петель начало раппорта эта цепочка из 3 воздушных петелек и заканчивается рапорт третьим столбиком с одним накидом то есть вот начало и окончание одного рапорта теперь мы этот рапорт повторяем до конца ряда еще один раз начало рапорта 3 воздушных петельки пропускаем 1 2 3 петельки цепочки 4 провязываем первый столбик с одним накидом в пятую петельку провязан второй столбик с одним накидом и в шестую петельку цепочки провязываем третий столбик с одним накидом связали мы с вами 1 рапорт 2 3 3 рапорта и так как мы вяжем прямыми обратными рядами то принцип вязания начало ряда и окончания должны быть одинаковыми этот узор можно вязать и по кругу и также прямыми и обратными рядами я буду показывать видео уроки как вяжется узор и буду его вязать в прямом и обратном направлении приступаем к вязанию второго ряда для того чтобы перейти на следующий ряд я провязываю 3 воздушных петельки 3 петельки подъема разворачиваю вязание на другую сторону и в каждую петельку вот в каждую косичку за обе стенки переднюю и заднюю мы провязываем по одному столбику с одним накидом вершину вот 1 2 2 столбика я провязываю 1 столбик с одним накидом вершину 3 столбика провязываю 3 столбик с одним накидом здесь у нас была самой цепочка из 3 воздушных петелек можно провязывать столбик с одним накидом в основание каждой петельки цепочки вот таким образом в каждую петельку провязываем в основании то здесь три петельки цепочки значит мы должны провязать с вами в каждую петельку по одному столбику получается 3 столбика с одним накидом далее вяжем вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда по одному столбику с одним накидом и второй вариант я вам покажу как можно связать это более быстрый вариант упрощенный мы вяжем вот эти три столбика них не в основании петельки а просто вот таким способом захватываем рабочую нить вводим крючок за арочку цепочки захватываем рабочую нить выводим на себя и провязываем столбик соединительным накидом так узор вы свяжете гораздо быстрее есть таким способом то есть я вам показала два варианта вязание 2 ряда все довязываем ряд до конца парочку цепочки из трех петель провязываем 3 столбика с одним накидом и в вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом все и в третью петельку подъема в основании вот этой третьей петельки провязываем крайний столбик с одним накидом все связали мы с вами два ряда узора и переходим к вязанию 3 ряда для перехода я вяжу цепочку из трех воздушных петелек 3 петельки подъема у нас засчитываются как за один столбик с одним накидом вершину 2 столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом вершину 3 столбика провязываю третий столбик с одним накидом 3 воздушные петельки 1 2 3 пропускаю 3 петельки 1 2 3 и вершину четвертого столбика провязываем 1 столбик с одним накидом вершину второго столбика провязываем столбик с одним накидом и вершину 3 провязываем 3 столбик с одним накидом и приступаем к вязанию уже это у нас будет по счету 2 раппорт раппорт у нас начинается раз два три с 3 воздушных петелек пропускаем 1 2 3 петельки вершину 4 4 столбика провязываем 1 столбик с одним накидом следующую петельку провязываем второй столбик с одним накидом и в следующую петельку за обе стеночки провязываем третий столбик с одним накидом довязали рапорт то есть опять повторюсь что рапорт у нас начинается с 3 воздушных петелек и заканчивается третьим столбиком с одним накидом количество петель в 1 раппорте 66 петель 3 воздушных петельки отсчитываю 1 2 3 и в четвертую петельку вершину столбика провязываю первый столбик с одним накидом в пятую провязываю второй столбик с одним накидом а в третью петельку подъема 1 2 3 провязываю третий столбик с одним накидом раппорт у нас состоит из двух рядов то и мы с вами связали один раппорт высоту один с половиной даже раппорта и далее вы вяжете повторяя узор здесь будете повторять уже со 2 по третий ряд каждый раз повторяете со 2 по 3 перематывайте видео на начало вязания 2 ряда и вяжите по принципу вязание то есть мы сейчас будем с вами вязать четвертый ряд как второй ряд 3 петельки подъема разворачиваю за не на другую сторону и вершину второго столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязываю третий столбик с одним накидом парочку цепочки из трех петелек провязываю 3 столбика с одним накидом и далее продолжаем вязать в каждую петельку либо в каждую вершину столбика с одним накидом по одному столбику с одним накидом парочку цепочки из трех петель провязываем 3 столбика с одним накидом либо вы можете вязать каждый столбик в основании каждой петельки цепочки из трех воздушных петелек то здесь есть два варианта вязания 2 ряда здесь вот я провязываю 3 столбика с одним накидом вершину столбиков предыдущего ряда и в арочку цепочки из трех петель провязываю вершину арочки 3 столбика с одним накидом заканчиваем вязать рапорт ряд в каждую вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю по одному столбику с одним накидом в третью петельку подъема провязываю еще один столбик с одним накидом все связали мы с вами 4 ряда это у нас четвертый ряд был связан по принципу вязания 2 ряда а 5 рядом будем с вами вязать по принципу вязания 3 ряда смотрите как красиво получается узор и можно связать кофточку топ из нити однотонного окрашивания либо вы можете подбирать цвета и сочетать их между собой есть в интернете много программ которые вам помогут более гармонично и правильно сочетать цвета и вы можете связать очень красивую кофточку крючком на любое размер и любой возраст далее я провязала 3 петельки подъема разворачиваю здания на другую сторону и вершину второго столбика с одним накидом провязала один столбик с одним накидом вершину третьего столбика провязала 3 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 в четвертую петельку провязываем 1 столбик с одним накидом в пятую петельку провязываю второй столбик с одним накидом в шестую провязываю третий столбик с одним накидом 1 2 3 воздушные петельки отсчитываю 1 2 3 в четвертую петельку провязываю 1 столбик с одним накидом в пятую петельку провязываю второй столбик с одним накидом шестую петельку провязываю третий столбик с одним накидом и продолжаем вязать раппорт раппорт у нас начинается с 3 воздушных петелек пропускаю 1 2 3 петельки цепочки в четвертую провязываю один столбик с одним накидом в пятую провязываю второй столбик с одним накидом и в третью петельку подъема провязываю крайний столбик 3 с одним накидом все связали мы с вами 5 рядов и закончим вязать вот я закончу вязать образец провяжу шестой ряд уже состоящий из столбиков с одним накидом 3 воздушных петельки подъема разворачиваю здание на другую сторону и вершину с каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда за обе петельки я провязываю 1 столбик с одним накидом парочку цепочки из 3 воздушных петелек привязываю по одному столбику с одним накидом в каждую вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю по одному столбику с одним накидом парочку цепочки из трех петель провязываю три столбика с одним накидом каждую вершину столбика с одним накидом провязываю по одному столбику с одним накидом парочку цепочки из трех петель провязываю по одному столбику с одним накидом вершину столбика провязываю по одному столбику с одним накидом все связали мы с вами образец вот такой замечательный у нас сами узор сформировался связали мы смотрите он как красиво смотрится таким узором вяжут туники жилеты и красивые очень кардиганы на лето и также демисезонные варианты а я вам предлагаю связать топ либо кофточку все схемы вы найдете в конце видео и также у меня есть мастер-класс подробный видео будет быть обучающий урок по вязанию края горловины и вы можете воспользоваться мастер-классом и обвязать готовую кофточку край кофточки рукава горловину каймой ссылочки на обвязку края я вам оставлю всплывающих подсказках и также в конце видео и в описании под видео смотрите проходите я думаю мастер-класс вам понравился узор вяжется просто легко быстро и даже его сможет связать начинающую рукодельница мастерица а я с вами не прощаюсь и мы встречаемся с вами завтра как обычно 16 00 до 17 00 по московскому времени в этот промежуток времени я опубликую на своем канале новые мастер-классы обучающие видео уроки и другую интересную и полезную я надеюсь для вас информацию жду вас всех завтра в гости заходите я буду очень рада и благодарю вас что подписывайтесь на мой канал и проявляйте интерес к моему творчеству с вами была елена всем пока пока до новых встреч до завтра субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok